Эй, йоу! Это тот самый один блок, и здесь я собираюсь прожить более 10 тысяч майнкрафтовских дней в режиме хардкора, реализовать огромное количество проектов и заданий, и всё это имея под боком всего один блок. Но для начала-то надо развиться, и первым делом я собираюсь отстроить нереальную базу, которая задаст начало. Так что не будем медлить, и погнали! Итак, вот он я, и вот тот самый блок, который нам предстоит ломать. Ломать! О, не-е-е-е-ет! Так, думаю, я достаточное количество блоков накопал. Теперь можно сделать небольшой островочек, верстачок, и надо бы себе парочку инструментов заделать, хотя бы топор. Ну ладно, лопат тоже сойдёт, экономия ресурсов тоже не помешает. Так что для начала заделаем всё под островом, и сбоку острова, оба! Теперь точно никакие блоки не упадут вниз, не пропадут. Вау, вы посмотрите, здесь появился дёрн, то есть трава, и здесь тоже! Так, чё по сундукам? Пока что оставляют желать лучшего, но да ладно, мне нужен камень. Бедрок? Господи, какой скример. У меня как будто душа отлетела от тела, сейчас свернётся. Просто звук на сотку был выкручен. Так, у нас наступила ночь, с одной стороны солнце, с другой луна, но светит только луна, потому что ночь, и надо бы заняться этим островом. Так, и для начала, животные, я хочу сделать для вас небольшой загон. И всё, потихоньку, главное, никого не уронить. Максимально аккуратно. Немного осталось, уже день уступает, пока я тебя толкаю. Давай, свинка Пепа. Оп, 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 оп. О, наконец-то, следующая стадия. Мне даже выдали дёрн. И как же не сделать здесь лесопилку? Вот так сойдёт, и замечательно, можно посадить тут деревья. Наконец, деревянная хирка. Обычно я её первым делом делаю. И... да, здесь тоже больше, чем для трёх блоков она не пригодилась. Ничего себе, я не знал, что ты тут падаешь. Чё вы все встали у ворот-то, я не пойму. Думаю, настало время, чтобы расширить немного территорию и расставить немного сундуков, потому что инвентарь у меня заполнен. Наконец-то топор. Наконец-то лопата. Наконец-то нормальные инструменты. О, вот это тоже не пугай, слушай. Первое достижение. И снова седая ночь. И самый прикол, у меня нету до сих пор кровати. Думаю, настало время сделать печку. И думаю, переплавить здесь немного рудного железа. Давай. Благодаря чему мы можем сделать ножницы. И, наконец-то, получить свою шерсть. Почему только две штуки? Да ну, могли бы и побольше выдать. Ну, уже дайте мне овечку одну. Я лягу спать. Мне не нравится, мне некомфортно ночью. Уже двое? Стойте, чуть не скинули меня. Воу, чилл, парни. Не подождите, стойте. Мы с вами нормально так и не поговорили. Морковь. Да куда столько урона? У вас же его столько не было. Бам. Так, думаю, что пора бы мне обезопаситься от этих всех мобов. И, по идее, это можно сделать очень просто. Установим просто небольшую ограду. Бам, бам, бам. Вот теперь я в безопасности. Теперь можно не париться. И вот здесь за заборчиком я этот блок и буду ломать. Ну, что встал-то? Проток у тебя все хорошо? Бээ, страшно. У меня тут золото, которое я не хочу ломать каменной киркой. А здесь у меня всего два железа. И из этого я никак железную кирку не сделаю. Все потому, что потратил железо на ножницы, чтобы срубить шерсть с овец, которой мне даже не хватило. О, это боль, наверное, всех шахтеров и майнкрафтеров. Ой-ой-ой. Нет! Нееет! Ну, за что? Так, ну вот этого я уж точно не ожидал. И что вот мне с тобой делать прикажешь? О, наконец-то. Соизволило выпасть. О, да, железо у меня. Переплавляем козел и забираем. О, да, как же я долго тебя ждал. А, да тут здесь полная жесть происходит. Я не знаю, тут слишком много животных. Мне что тут зоопарк делать? Я не понимаю, зачем вы мне все здесь нужны. Окей, я вас понял. Для вас нужен отдельный загон. Я с ними там, но не могу находиться. Они дышат на меня. О, давай, вот сам козел. Самый умный оказался. Итак, для вас все готово. Давайте немного туда протиснемся. Свои жирные попы утащим туда. И вторая жирная попа. Слушай, а ты давно с охраной ходишь? Так, думаю, настало время немного расширить этот участок территории. Потому что дерево мне пригодится очень много. Эта часть будет огромной. И сделаю я немного по другой технологии. И вот здесь-то можно спокойно уже сажать деревья. Готово. Вот сейчас бы было бы очень неприятно. Настало, наконец, время сделать себе небольшой, но какой-нибудь щит. Без него тут явно никак. Если броню не сделаешь, то хотя бы щиточек. Золотой блок. Серьезно, даже несколько. А ну, эээ. Блок рудного золота. Вот это очень-очень-очень даже кошерно. Мне очень это нравится. Ой-ёй-ёй, ня-ня-ня. Ой-ёй-ёй-ёй, монстр гвард. Так, мне вот это вообще не нравится. Ой, а там кто-то попадал. А, так мне даже ничего не надо было делать. Полезно и опасно, с другой стороны. Вот, теперь мы будем знать, какие блоки будут ломаться в случае появления боссов. Окей, у меня начались конкретные проблемы с едой. Всего лишь 17 ломтиков арбуза. И всё. Так что, думаю, настало время, наконец, срубить это всё к чертям. Готово. У нас есть целый стак, практически, эээ, дерево. И, думаю, надо бы расширить эту территорию ещё больше. Ведь, как вы поняли, настало время построить ферму. Окей, этого мне будет более чем достаточно. Теперь-то можно, наконец, посадить арбузы. Они же в какую-то определённую сторону растут. Или в зависимости от того, где есть свободный блок. Я не помню, поэтому посажу с двух сторон. И святые удобрения, ура. Так, урожая мы дождёмся намного быстрее. Отлично, первый арбуз есть. Вот и еда, так сказать. Замечательно. Отлично, у меня началась новая стадия. И знаете, что мне выдали? Ведро с рыхлым снегом. Да, очень полезно. Сейчас умру от полезности. Окей, это стадия с глубокими пещерами. Но зато здесь будут ценные ресурсы, по идее. О, лазурит уже. Ну, а перед этим я, пожалуй, расширю ещё территорий. Вот так-то лучше. А ну, азалия, давай вырастай. Азалия такое красивое дерево. Я первый раз его увидел и просто обомлел от красоты. Вау, вот она. Мне от неё нужно всё. И вот эта красивая листва. И корнистая земля. Где мои ножнички? Ну, а для начала, разумеется, без саженций тут никак. Факела. Ой, нет, тут криперы начали спавниться. Не-не-не, мне это не надо. Чем больше территория, тем она опаснее. О, сколько ростков азалия. Вы посмотрите, цветущая и азалия просто. Это то, что мне и нужно. А правда, что если я сделаю вот так, то получится очень огромное дерево. Ой. Окей, попробуем осилить этого гиганта. Всё, я понял. У меня есть тактика, как добыть очень много дерева. Вот чай выбил с одного только этого дерева. Собираем арбузики. Ещё дерево. Делаем меч. И даём тумаков. Ой, стопы, стопы, стопарики. Ой, парни, давайте. Дам приз. Ой, 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 ой. Так, я не понял. С мотыгой, значит, сын фермера? Крутой, типа. Оу, а вот алмаз. Так, значит, я встал в АФК. Думал, сейчас всё вырастет у меня. Я просто замечательно буду жить. А здесь появились фантомы, которых не было все эти ночи. Мне срочно нужна шерсть. И у меня есть небольшой план, как это можно сделать. Окей, парни, сейчас у вас будет травушка-муравушка. Так, окей, здесь я решил расставить землю. Сюда влепить блок дёрна. И здесь нужно расширить ещё немного территорию. Дело в том, что эту территорию нужно также разделить забором. Просто если они сожрут всю здесь траву, я останусь полностью без дёрна. Хотя, наверное, из того блока всё равно его можно будет добыть. Но это проблематично будет очень. Так что вот этот вариант хоть и идиотки максимально, но для развития будет прям-таки замечательный. Остаётся только дождаться, пока оно разрастётся. Ой-ой-ой, а там уже деревья выросли. Это какой-то ужас, вырубать эти амбальные деревья. Я не знаю, есть такие ели в реальной жизни настолько огроменные и настолько жирные. Что ж вы эту траву не взлюбили? Почему вы не жуёте? Ну что ж, она прям под вами. Оу, я кажется, вижу, что две овечки покушали. И наконец-то, наконец-то меня не будут доставать фантомы. А вот сейчас они мне дали пять шерстей. Ну что за приколы у них такие? Хочу, хочу синюю кровать. О, да. Окей, теперь-то можно и с кайфом паф и кашить. Да, от фантомов тоже можно было закрыться, но всё равно я, когда выйду, никто мне не будет мешать. Так, а ну посмотрим, что у меня здесь происходит. Воу! Вы только посмотрите, какая красотень. Правда, арбузы не пойму. А вы что меня подставляете? Один, два не выросло. Я стал богатым в Майнкрафте, всего лишь сходив покушать. И думаю, что с этим всем количеством ресурсов я, наконец, готов к строительству своей базы. Готово. Теперь у меня есть огромное количество дерева, благодаря которому я и начну строительство своего здания. И вот оно всё, что у меня есть. Господи! И, кстати говоря, да, я не забыл про то, что эти коровки дают грибной супчик. По-любому кто-то из вас уже в комментариях об этом написал. Но я прочитал тебя уже в прямом эфире. А теперь же наша база. Первым делом нам нужно построить территорию. И вот этого, казалось бы, вроде как большого достаточно поля. На самом деле мне будет недостаточно. Так что придётся потратить оставшееся дубовое дерево, переделать его в полублоки и приступить к расширению территории. Готово! Наконец-то я сделал! Это было очень долго. Если вот так смотреть, то ощущение, что я весь мир в доске переделал. И на самом деле это получилась очень огромная территория. Самое главное теперь просто нельзя допустить здесь ночи. Так, окей, я сейчас немного взгрустнул, потому что осознал, что земли у меня всего... Вот тот! Вот это вот тот! И нам остаётся с ней смотреть только друг на друга. И вы не представляете, как я устал вот от этого блока. Это просто ужас! Сколько мне земли этой копать нужно будет, я не знаю. Эта земля плюс сейчас совсем не падает. Она падает очень редко. О, зато хотя бы алмазы падают. Воу-воу, второй. Три алмаза у меня есть в общей сумме. Но всё равно это не делает меня счастливым. Нельзя меня купить за алмазы. Окей, думаю, ничего страшного, если эту землю я буду выбивать постепенно. Но, например, на этой стадии её от слова совсем нет. О, неужели первая земля спустя сотню блоков и она единственная? Так, ага, на меня здесь напали двое. Они друг в друга в упор попасть не могут. Но что за скелеты, даже когда дерутся друг против друга? Оу, мне выпала подзорная труба. А это, в принципе, неплохо на одном блоке. Да, здесь же столько территорий. Что ж, я уже очень долго копаю. И земли, на самом деле, я здесь добиться не могу. Пять штучек всего. Так что, думаю, с самой землёй мы немного повременим. И начнём отстраивать сам домик, в котором мы будем жить. А уже позже займёмся землёй. Так, окей, второй круг готов. Теперь мне нужно сделать дороги. И я захватил немного андезита, чтобы сделать каменные такие дорожки. Немного камня и гравия, разумеется. Всем этим делом я собираюсь разбавлять дороги. Чтобы выглядело как-то более живо, что ли. И так надо сделать с каждой стороны. Правда, как же не хватает здесь земли. Но ничего, со временем будем это дело отстраивать. И у нас будет огроменная ферма. Отлично, вот так это дело, в принципе, будет выглядеть. И вся эта тема будет окружать небольшой домик. Который сейчас я собираюсь отстроить. И на который мне вроде как до сих пор хватает ресурсов. Несмотря на такой затратный забор. Что же, я полностью отстроил дорогу до дома. И теперь всё свободное пространство у нас заполнится только землёй. А здесь я, пожалуй, заполню всё вот такими досками. Потому что здесь у нас будет находиться дом. И это надо хоть чем-то заполнить. А вообще, желательно сэкономить ресурсов и сделать полублоки. Теперь, наконец, я могу начать отстраивать свою хату. Которая будет, ну, достаточно большая, на самом деле, опять же, для нашего развития. Мы-то тут находимся не так уж и долго. Итак, мой дом практически полностью готов. Остаётся только это всё дело облагородить. Разумеется, с помощью листвы. И не просто листвы, а листвы азалии. Которая намного ярче, красивее, собственно, выглядит лучше, чем другая листва. Конечно, с дёрном, с землёй всё здесь выглядело гораздо бы лучше. Но это всё ещё впереди. Выбить здесь землю не так-то уж и просто. И со стёклами то же самое. Мне пока ни одного песка не выпало. Алё, хоть заборами застраивай. Кстати, да, вот здесь нам надо расставить заборчики. Осветить всё это дело тоже бы, на самом деле, не помешало. А ну, вот так сойдёт. Короче говоря, остались только мелочи. И можно спокойно сюда заезжать. Внутри я, в принципе, всё забью печками, сундуками. Ну и кровать сюда, наконец-то, поставлю. Так, верхний этаж тоже не помешало бы приукрасить. Так, и вроде последний штрижочек, и всё готово. Всё, замечательно. Что же, внутри я всё забил факелами, чтобы здесь точно никто не заспавнился. И в целом, ты остаётся только всё это дело перенести сюда. У меня никогда не было настолько огромной территории. Конечно, единственное, о чём я сейчас жалею, это о том, что не посадил сюда морковку. Также мне необходим просто бесконечный источник. Пока что я всё выращиваю за счёт одного источника воды. Но в целом, пополнять нашу земельку потихонечку можно. Эй, грустно, что её так мало. Что же теперь всё, что мне остаётся делать для дальнейшего развития, это просто копать этот один блок. Вот эти парни меня, конечно, будут так и доставать.